Добрый день, Михаил Иванович. Здравствуйте, Александр Иванович. За последние два месяца произошло так много событий в мире, которые привели к нарушению сложившихся связей горнодобывающих компаний. Как чувствует себя золотодобывающая отрасль в этих условиях? Что стало видно за эти два месяца? Ну, пока, наверное, можно сказать, что видно, что штормит. Пока еще не все события, видимо, произошли. И, поэтому мы пока в процессе. Видимо, какое-то время еще пройдет, пока полоса штормов продолжится. Ну, а когда потом пыль осядет, можно будет делать окончательные выводы о том, куда мы пришли и как быть дальше. Тем не менее, пока, слава богу, жизнь продолжается. Конечно же, период у добывающих компаний, да равно и у всех остальных компаний, которые связаны с этим бизнесом, начиная от поставщиков оборудования, материалов и так далее, заканчивая финансирующими структурами, акционерными структурами и так далее, инвесторами, естественно, все находятся в этом самом периоде, в этой самой полосе штормов. И все существенные усилия вынуждены сейчас тратить на то, чтобы перманентно находить новые какие-то выходы из новых сложных положений, которые, к счастью, пока не стали ни для кого безвыходными. Поэтому, в принципе, период сложный. Такой степени остроты кризиса я не помню давно. Есть точнее с рубежа 1991-1992 года. Пожалуй, тогда, наверное, было не менее остро, даже хоть основа для этого была несколько иная, но, тем не менее, наверное, пожалуй, тогда был потяжелее. Прошел первый квартал. Что видно по результатам первого квартала? Что происходит с добычей? Растет, падает по сравнению с аналогичным периодом? Пока фундаментально не падает. Разные компании, конечно, чувствуют себя по-разному. И да, внутри этого квартала первые два месяца и последний месяц квартала – это разные периоды. Сильно разные, очевидно. Но, тем не менее, пока по итогам первого квартала нельзя сказать, что что-то существенно уже изменилось к худшему. Да, есть напряжение по многим статьям. Мы, наверное, об этом далее и поговорим. Но есть и определенные выходы из тех положений, в которые мы попадаем. Не все хорошие, но ситуация не безвыходная. А что с золотобывающими компаниями? Кто-то из игроков рынка ушел, кроме Кинрос Голд? Как там с Петропавловским дела? Разные истории также. Пока еще ни одна из них к завершению не пришла. К слову сказать, я бы не говорил, что Кинрос ушел. Да, Кинрос вышел из тех активов, которыми он владел здесь до этого. Но кто знает, что будет дальше. Мы же уже даже за этот короткий период, за эти два месяца, уже успели увидеть шумные хлопания дверьми и уходы, и потихонечку поскребывание и закрадывание обратно. Целый ряд компаний не в нашем секторе, не в нашем, как это, краисполкоме, но тем не менее в России, да, с иностранными компаниями. Я не исключаю, что и Кинрос, может быть, на каком-то этапе вернется в Россию. Наверное, ему это будет нелегко как принять решение, так и осуществить это решение. Но Кинрос наработал здесь очень хороший авторитет. И я бы здесь не шел путем вот таким аханин. От нас отвернулись, мы о них сразу забыли и поставили в черный список. Слушайте, ну, понятная же история. Очевидно, что есть глобальная компания, у нее, она глобальный игрок, она в большей степени зависит от остальных шести седьмых частей Суши, а не только от нашей одной седьмой. Ну, за что же ее корить? У нее инвесторы, которые инвестируют и в остальные шесть седьмых, у них свои интересы, да, в какой-то момент они могут быть противоположны их же, этой же компанией, интересом на нашей части Суши. Ну, в какой-то момент это может измениться, зачем закрывать двери? Работа есть работа, бизнес есть бизнес, не надо его излишне насыщать эмоциями, на мой взгляд. Так что посмотрим. Что касается Петропавловска, ну, да, был момент, когда даже внутри этого периода, после анонса, что Константин Иванович Струков продал свой пакет другой компании, акции вздохнули и пошли чуть-чуть вверх. Ну, после того, как выяснилось, что сделка развернулась, значит, акции пошли вниз. Я пока говорю о хронологическом совмещении этих событий, я не говорю о причинно-следственной связи, но, вероятнее всего, тут и не без нее. Как будет дальше? Ну, посмотрим. Опять же, зачем-то Константин Иванович хотел продать, возможно, он и по-прежнему хочет. Почему-то сделка не состоялась, но она могла не состояться по независимым от него причинам. Куда там дальше повернется, как это скажется на компании, пока говорить преждевременно, но объективно активы у компании неплохие, принципиальное положение не намного хуже, чем у многих других. Возможность развиваться у нее есть, опять же, солевая база, на которой можно превращивать объемы. Текущая ценовая ситуация пока между ценой на металлы и издержками хорошая маржинальность, и по этой причине даже на низкосодержащих рудах, даже на упорных рудах, но на том коротком плече, на котором они с этими рудами работают, между рудами и концентратами, и переработкой, все может пока получаться. Принципиально, я бы не сказал, что у компании прям совсем печальное положение. Ну да, конечно же, как одна из компаний с международным листингом, она, конечно, попадает под определенный обстрел. Конечно же, у нее, наверное, возникают сложности по этой причине. Мы это видим уже по прессе относительно того, что компания была в затруднении проводить те платежи, которые должна была проводить в силу независимых от нее обстоятельств. Но, тем не менее, это все не выглядит непреодолимой проблемой. Опять же, то, что можно увидеть по прессе, вроде как решение находится, насколько оно реализовано или не реализовано. Пока, сказать рано, мы не видели никаких публичных анонсов на этой теме. Компания публичная, давайте дождемся этого. Ну, в целом, опять, ситуация не выглядит фатальной. То же касается и целого ряд других компаний, у которых наблюдается. Также качка, скажем, в этих штормах мотает с борта на борту, так или иначе. Понятные причины, но как бы плавучие сохраняется, движение вперед сохраняется. А что происходит со сбытом золота? Осталась ли возможность продавать его на международных биржах? Осталась. Только трансформировалась очевидным образом, потому что мы все знаем, что Элбимы отказала в Гуд-де-Ривери нашим афинажным заводам. Это не единственный вид Гуд-де-Ривери. Есть Ландон Гуд-де-Ривери, есть Дубай Гуд-де-Ривери, есть Шанхай Гуд-де-Ривери и так далее. К сожалению, наши заводы в большинстве своем не очень позаботились своевременно о том, чтобы иметь Куд-де-Ривери разных бирж. У нас, насколько я знаю, как раз Цветмет имеет все их. Но остается возможность переафинажа. Да, Швейцария отказывает нашим заводам в этом. Пока, во всяком случае, воздерживается от этого. Швейцарские заводы. Очевидно, британские и германские тоже не будут этого делать. Многие же еще и южноафриканские. Начиная с того, что казахстанские и тому подобное. Это во-первых. Да, конечно, наши 330 с лишним тонн не так-то легко переплавить. Например, там уже Казахстан с его семьей есть 5 примерно. Но, тем не менее, возможно. Это потребует, конечно, каких-то топ-затрат, топ-премии и таким образом топ-издержек. Но это не очень большие стяжки, принципиально. И вариант остается. Вопрос только в том, чтобы не кидаться тут вот в шторм при качке. Не надо кидаться с борта на борт излишне часто. Этим можно только способствовать опрокидыванию. Поэтому я бы на самом деле, наверное, всем, кто так и иначе предпринимает поиски решений проблем, предложил искать не единственное решение. Иметь вариант А, вариант Б и вариант С как минимум. И работать одновременно по всем. Чтобы держать их горячими одновременно. Наверное, имея какое-нибудь предпочтение, но имея возможность отступить на второй рубеж, на третий рубеж обороны, как говорится. Это даст возможность не создавать столпотворения, ну, например, в Шанхае или, например, в Дубае. И не провоцировать перекрытие и этого канала. Понапрасно. Ну, равно как не создавать избыточные, некомфортные условия для себя в силу того, что все побежали в одно место и начали конкурировать друг с другом из-за условий. Ну, наверное, как-то так примерно. Это, кстати, касается многих других вопросов, связанных с цепочками как поставок, так и реализации. На Лондонской бирже металлов запрещена продажа российского золота, меди, палладия, платина. Насколько это чувствительно? Чувствительно, но не фатально. Как мы уже проговорили, есть и другие биржи. Да, конечно, наработанные связи, наработанные алгоритмы, наработанные формулы, имея в виду темпы, расчетные формулы за поставку и так далее, логистика и все остальное, конечно, были ориентированы на те или иные цепочки. И так иначе, это были наиболее комфортные цепочки, а не случайно возникли именно в таком виде. Да, придется идти на несколько менее комфортные, да, придется их сначала найти, отработать и так далее. Но это не безнадежная ситуация. Понятно. А что означает исключение российских компаний из листинга бирж? Конечно же, ничего хорошего, фундаментально. Какие последствия для них? Первые последствия – стоимость, которую раньше акции компании имели как независимую. Можно было следить за биржей, за котировками и понимать залоговую стоимость, например, акции своей компании. Под эту залоговую стоимость, под этот залог, собственно, получать кредитное финансирование, проектное финансирование. Очевидно, сейчас это будет сложнее. Очевидно, наверное, у компаний, которые слетают с листинга, могут возникать марши-колы, то есть могут возникать потребности либо довнести залоги, либо что-то еще сделать с учетом того, что акции проседают. Но вообще, в принципе, все достаточно хорошо понимают, как с этим работать. Все понимают, что у более расторгованных компаний коэффициент проседания больше, но и темп отскока, и коэффициент отскока будет выше. Ну, просто в силу большей активности, большей расторгованности, большей реактивности, таким образом, акции как на негативные новости вниз, так и на позитивный вверх. Да, вниз проваливается всегда. Просто в силу человеческого менталитета. Он на опасности реагирует острее, чем на радости. По этой причине здесь это срабатывает, и проваливается это обычно дальше, чем отскакивает вверх потом. Ну, тем не менее, это дышащая история, с ней тоже можно работать, и с ней, как я вижу, компании, которые в листинге, могут работать по-разному, не только через ди-листинг. Но мы видели и такие примеры, кстати, видели еще их в период спецоперации. Да, мы видели, как Highland Gold был снят с листинга, как Transipirium Gold был снят с листинга, и мы видели, что это, собственно, в общем, в определенной степени, даже в предыдущей ситуации было оправдано, например, давая существенно понизить корпоративные расходы, а, соответственно, общие издержки компаний, а, соответственно, понизить, возможно, кондиции на тех месторождениях, где они работают, а значит, повысить запасы ресурсной базы. Это не так плохо, на самом деле. Повысить темпы принятия решений в сделках по слиянию и поглощениям, оптимизировать целый ряд еще вещей, поэтому длистинг, как крайняя даже мера, не обязательно плохо. Просто, ну, надо смотреть по конкретным ситуациям и смотреть по решениям. Равно как листинги на биржах, это же тоже не панацея, и не всем они давали хорошие эффекты, мы видели, как даже тот же Polymetall в своей истории имеет опыт. Листинга, длистинга, нового листинга, North Gold, листинга, длистинга, поиска нового листинга и так далее. Ну, там ряд компаний имеют за плечами длинную цепь попыток листинга без листинга. Ну и что? Умерли компании и перестали работать с листинга? Да нет, работают. Понятно. А если посмотреть на Россию, здесь кому-то золото нужно? Можно ли здесь найти рынок сбыта? Александр Васильевич, золото везде, всем нужно всегда. Кому оно здесь нужно? А вот это длинный будет список, но начнем с того, что в текущих условиях оно в рамках, как говорится, дедоларизации. А вопрос тут не в том, что там кому-то, кто-то запрещает доллары или что-то еще. Мы все видим, что против долларов воюют Соединенные Штаты Америки. И по этой причине в этой начатой войне Штаты предпринимают все больше усилий, воюют против доллара все сильнее. И нам, соответственно, всем приходится задумываться, вместо доллара что? Старое доброе золото. По этой причине вот в этот период... Как защитный актив. Да, как защитный актив, как традиционный, я бы сказал, защитный актив и как универсальный защитный актив. Не только золото, очевидно. Бриллианты, друзья, не только девушек. Но мы понимаем, что 10-каратник и 10-каратников – это разная цена. Распилить 10-каратник на 10-каратников не получается. Ну и так далее. А золото, пожалуйста, что громовый, что килограммовый, что полутораграммовый слиток – он все равно золото. Это, во-первых. Во-вторых, в отличие от мехов его моль не побьет. В отличие от алмазов его уронишь и не раскрошишь. Ну и так далее. По этой причине, конечно же, золото не случайно стало таким. И не случайно при всех разговорах о его переходе из монетарной ценности в товарную, в технологический металл и так далее. И да, и нет. Большая часть промышленности, которая использует золото – ювелирная промышленность. Это та же самая тезобрация. Все то же самое, но только как бы выглядящая немножко по-другому. По этой причине золото всегда оставалось и сейчас особенно остается защитным активом. И спрос на него в этом смысле будет расти как среди частных лиц, в России в том числе, так и среди различных институциональных владельцев. Начиная с банков, кончая госбанками. Ну, конечно, здесь спрос на золото в период высоких цен на него мировых со стороны банков очевидным образом не слишком высокий по совершенно очевидной причине. Любой госбанк главной целью имеет поддержание курса национальной валюты. Очевидно, две простые истории в качестве простых двух арифметических примеров. Я, Центробанк, купил золото по 1300, и оно дальше выросло до 1500, 1900 и так далее. Я поддержал стоимость своей валюты? Очевидно, да. Другой пример. Я купил золото по 1900, а дальше оно может стать 1800, 1600. Что я сделал для своей валюты? Хорошая или, мягко говоря, наоборот? Потеряли. Поэтому все, кто говорит сейчас, вот почему Центробанк, он должен, минуточку, что он должен в первую очередь? Вот он это и делает. Почему он с таким дисконтом покупает? А вот, почитай пример выше. На мой взгляд, тут все как бы рационально и прагматично. Тут не нужно заставлять банк делать то, что ему не свойственно. То есть сейчас... Что касается коммерческих банков, простите. Сейчас Центробанк не покупает? Покупает. Ну, понемногу, вовремя и с правильным дисконтом, который позволяет ему как раз не попасть на ситуацию, когда купленное золото станет дороже золота. Ну, то есть будет работать на ослабление рубля, а не на его поддержку. Покупает, но просто не шумит по этому поводу. Ну, понемногу, да. И, в общем, на мой взгляд, Центробанк делает вполне достаточно для того, чтобы подстраховать золото добычу. Но он не должен ее обеспечивать. Его функция иная. А наш собственный бизнес в золото добыче обеспечивать должны мы сами. Но то, что нам как бы тылы прикрыты, вот этой самой, пусть приобретением, пусть большой маржой, пусть там не всего объема, нам тылы прикрыты. Дальше вперед. Дальше сами. Ну, вот как-то так. Теперь, что касается частных лиц. Ну, да, спрос подскочил. Ну, он просто взлетел. Это связано с сочетанием двух обстоятельств. Это общая турбулентность в экономике и так далее. Но плюс, к счастью, наконец-то, благодаря этому, неудобно говорить, благодаря этому, но тем не менее, благодаря произошедшим событиям, наконец-то провернулось то, что мы всем миром пытались провернуть. Отменный НДС для участников. Сработали два в одном, и да, спрос взлетел. Парадокс, да, спрос уперся в то, что нету столько мерных слитков. На предыдущем длительном периоде обсуждения, что надо, 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 но вот нет отмены НДС, часть линии позакрывалась, часть перепрофилировалась. И, собственно, мощности производства мерников в России в год примерно 12-15 тонн. А спрос в этом году, ну, по моим оценкам, порядок цифр, там, 30-50, в зависимости от того, как будет ситуация выглядеть. За первые месяцы это, там, порядка десятки было уже. Ну, там, опять с колебаниями. И надо сказать, что колебания, безусловно, все равно будут, потому что кто-то купил на хаях, извините за термин, да, но все понимают, на высокой цене. А продать на хаях не сможет, просто потому что цена уйдет, да, или, там, цена будет флэт, там, есть спред, извиняюсь за английские слова, но их все знают. И, соответственно, хотел сохранить, а даже это не удалось, потому что пришлось заплатить за скидку за покупку металла, продавая его. Соответствующим образом, не все заработают, это, конечно, будет такой историей, когда все кинулись, часть обожглась, часть заработала. Все кинулись, но не все заработали. Не все поумнели. Тут вопрос в том, что зарабатываем две вещи, прибыль и опыт. И, как правило, опыт печальный дороже. Ну, вот, не все это понимают, что он дороже, в смысле, ценнее, во всех смыслах слов, он ценнее прибыли, просто потому что это дороже стоит, дороже ценится. Вот, ну, вот, дороже ценится, если его не, если ошибки не повторяют, если из них делают выводы. Хорошо, Михаил Иванович, как чувствует себя финажные заводы? Штормит, естественно, как мы уже сказали. Как мы сказали, ну, пока да, потому что пока альтернатив там немного, и поэтому пока в основном металл идет традиционным путем на Афинаш, на наши заводы, хотя лишившиеся Ландон Гудоливери. Но, еще раз, Ландон Гудоливери улетел, а там у Красветмет, по крайней мере, другой Гудоливери остался, насколько я помню. Надо проверить, ну, как-то так. Это, во-первых, во-вторых, наш металл с нашими, с клеймами нашего завода, как охран, покупают, завод покупают, мерники, частниками покупаются, поэтому пока вот это не фатально. Да, нужно искать варианты, да, нужно будет потом в какой-то момент работать над возвращением Гудоливери, или, опять же, над стабилизацией тех путей, которые есть. Есть, но, еще раз, есть Казахстан, есть Периафинаш в Эмиратах, есть Периафинаш в Китае, есть иные возможности, не буду их все перечислять, чтобы никому ненужному ничего не подсказать. Ну, как бы, знающие и так знают. Вот, поэтому, ну, надо просто нарабатывать эти пути, натаптывать дорожки, и все получится. А что с реагентами и другими расходниками для золота добычи? Они в значительной степени были импортные? Ну, насчет реагентов я бы не сказал, что они были в основном импортные в значительной части, а вот насчет оборудования, даже запчастей к оборудованию, начиная с горной техники первоклассной, имею в виду не только бренды, а имею в виду, ну, размерный ряд, скажем, да, это крупные, там, бульдзера тяжелые, это крупные экскаваторы, это крупные, крупнотоннажные самосвалы, это запчасти к ним, начиная с шины, кончая, там, какими-то иными запчастями и расходниками, типа маселотяжья и так далее. Да, во многом было импортное, и, опять же, западное, то есть из тех стран, которые объявили России санкции, да, не очень просто будет, но тут надо помнить три вещи. Первое, это то, что даже компании из этих стран, даже объявив о том, что они будут поддерживать, следовать объявленным санкциям и так далее, вообще-то не очень торопятся это делать. Если мы внимательно на это посмотрим, никто, громко дверью не хлопнул, все шумно объявили, но никто сильно не дернулся. И причина эта очень простая и прагматичная, конечно. Все эти компании свое место под солнцем здесь нарабатывали десятилетиями. Просто так их бросить конкурентам дорого, как говорится. Поэтому никто не торопится, очевидно. И не надо их подталкивать, опять же, к тому, чтобы они отказались от каких-то своих слов там или что-то еще там о вере, что они не будут следовать санкциям. Зачем? Бизнес есть бизнес, он любит тишину, как любые деньги. Давайте дадим спокойно людям продолжить работать так, как они могут этот период турбулентности, а потом будем восстанавливать ослабшее или порушенное и так далее, стараясь не разрушить своими ненужными действиями больше, чем надо. Так что я думаю, что мы здесь на какой-то период вынуждены притихнем, скажем, с крупными приобретениями нового оборудования, в том числе для каких-то новых крупных строек и так далее. Но текущие крупные стройки, я думаю, они укомплектуются. Вероятно, пути доставки немножко изменятся, возможно, сроки отгрузки там чуть удлинятся, возможно, что-то еще чуть-чуть изменится, чуть подорожав и чуть замедлившись. Но думаю, что не фатально. То, что касается примерно и упомянутых вами реагентов, во-первых, у всему есть. Ну, не то чтобы дженерики, как с лекарствами, но тем не менее какая-то альтернатива. Не всегда хорошая. Есть, конечно, какие-то определенные позиции, где замену найти сложно. Ну, я бы, например, в качестве оборудования назвал бы насосы. Это сердечный клапан, что называется, во всем организме переработки полезных ископаемых. Вот, в большой степени это либо варманы, вейер-варман австралийский, либо гумбольды, либо крепцы немецкие, либо что-то еще такое вот западное, там, ФЛС американские. Да, они лучшие. Да, там наши, ну, наши, имею в виду, бобруйские, к примеру, там, или какие-то еще насосы. Ни такого типа ряда нет, ни таких материалов нет. Китайский варманы – это не австралийский варман, да. Ну, есть альтернативы. Они хуже, но они есть. Вот в этом смысле, на мой взгляд, хороший урок из вот этой вот грозы, которая произошла. Не надо было расслабляться. Надо было продолжать заниматься тем, что Союз делал, но тоже с большим опозданием. Ну, там такая же ситуация была с почиванием на лаврах, с высокими ценами на нефть в свое время. И с ситуацией мы за нефть купим все. В том числе даже у Союза санкции были пожестче, чем у нас сейчас. Тем не менее, покупали, и даже там двойного, и даже в прямое оборонного назначения кое-что. И здесь примерно такая же ситуация. Мы тоже заснули, тоже посчитали, что можем купить все, а вот не все. Или не всегда. И надо было думать над тем, чтобы свое появилось. И сейчас надо особенно думать, потому что гроза не последняя. И, собственно, на мой взгляд, последствия, они, как говорится, навсегда. Что-то как-то смягчится и так далее. Но надо понимать, что, в принципе, способность продолжать работать, надо получать в свои руки. Не зависит от кого-то другого, а имея, по крайней мере, пусть не очень великолепную, но альтернативу. Очевидно, переходить на принципы натурального хозяйства. Глупо. Попросту, конечно же, нужно заниматься тем, чтобы в работе выбирать все-таки лучшие решения, а не свои. Или там каким-то еще образом выбранные не по принципу соотношения цена-качество. Но, еще раз, надо думать над тем, чтобы появилось хоть понемногу, но все свое. По крайней мере, свое, это значит, производимое на нашей территории и локализованное по максимуму. Ничего не мешало это делать. Многие делали там, и Камацу, и Катерпиллеры начали здесь что-то делать в этой связи. И восстанавливать запчасти, производить там какую-то технику, какие-то элементы ее и так далее. Вот эту линию надо по возможности продолжить. И, опять же, тем компаниям, которые из стран, объявивших санкции, и которые находятся под давлением правительства своих стран, не торопиться ставить подножки из нашей страны. Надо постараться поддержать их в этот момент и дать возможность переплыть этот период штормов вместе с нами. Михаил Иванович, а что означает отзыв у наших золотодобывающих компаний рейтингов международных организаций? Чем это им грозит? Потери уровня кредитоспособности, естественно. Но тут вопрос какой. Это чувствительно было для тех банков, для которых эти рейтинги были ориентиры. В большой степени в прежней жизни, скажем, функционировало это простым образом. Эти кредитные рейтинги были важны не столько компаниям, конечным получателям кредитных ресурсов, сколько банкам российским, которые получали синтетизированные кредиты у западных банков и переспределяли здесь между своими клиентами. Так или иначе, этот целевой характер кредитования, этот кредит, синтетизированный, полученный из западных, требовалось объяснить, среди кого будет распределяться, с какими кредитными рейтинами люди. Для того, чтобы обеспечить соответствующую стоимость финансовых ресурсов. Выше рейтинг, ниже стоимость, очевидно. Да, и длине плечо, длине горизонта. Поэтому это было важно. Но тут вопрос, если мы переходим на самофинансирование, скажем, на свои собственные рубли. Рейтинги важны, важны ночи. Тут надо думать. Но есть у нас наши собственные рейтинговые агентства, соответствующим образом, есть возможность так или иначе на них ориентироваться. Тут тоже есть чем заняться, как говорится, потому что тут вопрос степени независимости, вопрос альтернативности, вопрос корректности в учете всех факторов и так далее. Вопрос конкурентности и, извините за полурусское слово, транспарентности. То, что сейчас мы вынуждены захлопываемся в своей немножко ракушке, а нас, точнее, захлопывают снаружи. Но тут вот как раз вопрос в том, чтобы мы изнутри не захлопывались. Мы остаемся частью целого мира. В конце концов, не большинство стран, далеко не большинство стран объявило нам экономическую войну, скажем так. Важно, чтобы мы эту экономическую войну сами себе не объявили. А поэтому, конечно, важно заботиться о том, чтобы все, что ранее у нас было, так сказать, в западных стандартах, а правильнее сказать, не в западных, а в международных, по возможности, в международных стандартах и оставалось не ради тех, кто объявил нам санкции, а ради всего остального мира. И ради того, чтобы мы максимально могли отыграть эту позицию обратно. Михаил Иванович, ну и последний вопрос. Ваш прогноз, как изменится золотодобыча в этом году по итогам 2022 года? Изменится. Ну, как не знаю. В какую сторону? Ну, скорее всего, конечно, все, что нас ожидает, я думаю, это наши предыдущие ожидания. А вы помните наши прогнозы? Мы ожидали, что в 2025-2027 году на Россию выйдет на 400-450 тонн, а к 2030-му примерно году выйдет в район за 500 и, вероятно, станет номером один в мире. Да, это все сейчас понизится и отложится в существенной степени. Связано это с последствиями всего, что сейчас происходит. И последствия этого еще не все мы видим, так как еще не все произошло. Понятное дело, когда пройдет пик всего самого острова, когда после этого сядет пыль, можно будет делать более уверенный прогноз. Но пока можно сказать о том, что по всей вероятности в этом году вряд ли мы увидим рост добычи. Суммарный, скорее всего, он будет некоторым либо нолем, либо немножко ниже. Но я не думаю, что будет очень существенное падение. Причина этого состоит в том, что наша отрасль весьма инерционна. Это и хорошо, и плохо для нее в разные периоды, но в кризисные периоды это хорошо просто в силу того, что товарно-материальные запасы, которые неизбежно создаются для предприятий, учитывая логистику, учитывая размеры нашей страны, учитывая принципиальную необходимость иметь запасы, маневрируя ими. Вот это все наработанное, оно так или иначе обеспечивает определенную инерцию. На этой инерции мы проедем с прежними показателями. И это, скорее всего, большая часть этого года, ну, скажем, месяцев 9 из 12. Как бы чего ни рухнуло в следующие 3, 9, мы проедем более или менее. Ну, наверное, в разной степени, в разные компании. Опять же, это будет зависеть от того, что будет происходить за следующие 3-4-5 месяцев. Ну, в целом, у меня ожидания среднеоптимистические, скажем так. Я бы не делал каких-то апокалиптических предположений, типа там добыча рухнет вдвое и так далее. Ну, нет, нет. Я так не думаю. Я даже не думаю, что это будет десятки процентов, как многие говорят. Я думаю, что это будет заметно, но не настолько в этом году. Следующий может быть немножко похуже. Просто в силу того, что опять сейчас, пока инерция помогает, дальше будет посложнее. И все, что будет происходить в следующем году, будет очень сильно зависеть от того, что будет предпринято компаниями в тот момент, когда инерция помогает им двигаться. Если они проспят, в следующий год будет хуже. Если они, пока им инерция помогает, подсуетятся, извините за выражение, успеют предпринять срочные, может, достаточно жесткие меры к тому, как именно выживать далее, может, даже и выигрывают от текущей ситуации. А надо сказать, шансов выиграть-то немало. Во-первых, так или иначе, у нас неплохо выглядит рублевая цена, средняя цена. У нас неплохо пока выглядят рублевые издержки. Да, они растут, но цена-то куда улетела? Два-три года назад средняя цена реализации металла была на уровне 2,5 тысяч рублей. 2,703. В прошлом году там 4,4200, 4,300. Сейчас 5. Моментами мы видели 7,7700 и так далее. Средняя она у нас выше 5 по прошлому периоду этого года. Чего жаловаться-то? Слава Богу, маржа позволяет потратить деньги на перестройку логистических цепочек, на дополнительное приобретение того, чего еще можно приобрести из тех запасов, которые есть на консигнационных складах у компаний, которые сюда что-то поставляли. Они же не бросили это все. Они же не уехали вместе со всем этим. Это где-то здесь. Кто успел, тот и съел. Но кто съел, тот выживет. Ну, надо предпринимать что-то. Не успели здесь купить. А в Китае есть то же самое. А чего не купить? А в Казахстане, а чего не успеть? Ну, подбирать надо. Надо успевать. Да, еще раз там что-то подорожает, что-то замедлится. Но не обязательно все пропадет. Это первое. Второе. Кто-то перестает вести бизнес. Даже иногда пугается. Даже иногда схлопывает бизнес. Но кто-то же приобретает его. Кинрос ушел. Активы остановились? Нет. Проекты остановились? Нет. Хайланд подхватил и получил шанс в 2022 году войти в мировую двадцатку. А в России стать номером два. Как он этот шанс отыграет? Посмотрим по итогам года. Сейчас цыплят по осени. Считают. Ну, шансы есть? Есть. Другим пример? Пример. Так что периоды кризиса, периоды турбулентности, не обязательно периоды потерь. Как работать? Так что повоюем еще. Ну что ж, хорошо. Спасибо вам за ваш оптимизм. Здоровье. Это, на мой взгляд, реализм. Ну, как мы говорили, оптимист говорит, хуже будет. Дай бог, кризис не последний. Но, говорит, обращаю внимание с улыбкой. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.